ребята всем привет ну что пора немножко отвлечься от выращивания разведения клариевого сома от всех этих проблем в узел и всех короче всех всех проблем ладно о чем будет сегодняшнее видео да как раз о пожинании тех самых плодов которые я вам показывал все знают кто выращивает рыбу кто наблюдает за мной на канале что всегда есть мелочь в моем случае этой мелочи просто тьма что с ней делать ну я не знаю честно пока еще не придумал пока буду растить сейчас пересадил тысячу как вы знаете до расчета товарки продам возьму с первого вас опять тысячу опять буду растить и продавать ладно сейчас не об этом в общем господа как как что же делать с этим клариевым соном готовить его как какой рецепт лучше не знаю сделаем плейлистик будем рецептики вылаживать именно по кларику на сегодняшний день ну скажем так по просьбе подписчиков многие просто вопросы задают что с ним делать покажу вам первый рецепт это так называемый саламур то есть я взял вот такой мелочи наловил вино видно вся та мелочь которая никуда не пойдет растить дальше не знаю есть смысл нет будем пробовать но хочется и попробовать рыбку на вкус в общем с этой мелочи мы будем делать саламур расскажу как из бы как приготовить все подробненько ну и плюс как избавиться от этой противной слизи самый эффективный способ ладно поехали ребят что ж нам надо в первую очередь посвятить непосредственно сама рыба я взял малышей и таких сейчас помою покажу теперь лук лука лежит немного но на самом деле лук лука надо один к одному с рыбой то есть лука не жалейте берите побольше потом лимон уксус я не использую использую лимонный сок лаврушка перец черный перец душистый и и соответственно соль что мы делаем мы моем рыбу я показывать весь процесс не буду сейчас так кларик отличается тем что он слизкий что с этим можно сделать можно натирать солью снимать слизь можно не нашу еще можно можно вручную как-то ножом а можно сделать все намного проще смотрите берем обычный чайник кипяточек и просто подавляем рыбку не видать видно не видно сейчас в общем ребят когда вы поливаете рыбку кипятком слазит вся слизь малышах не видать на больших прям слизь белеет и слазит ну и вот так такую операцию проводим полностью со всей рыбой каждую полил теперь как видите она не скользит если я возьму этого вот она остается вся эта слизь в общем после кипятка слизь уходит ладно сейчас буду все это дело мыть дальше включусь покажу ребят в общем рыбу я помыл смотрите единственное выявился минус такой если и долго отдавать кипятком до слизь уходит но ветер у нее видать получается ожоги хвост отпадает но это мелочи теперь вот она шкура видать рыбка маленькая нежная поэтому сильно ее кипятком отдавать нельзя теперь наша задача все это дело выпотрошить отдалить голову ну давайте сейчас одну выпотрошу покажу ребят в общем смотрим я не сдержался всю рыбу потому что руки все равно уже грязные будем вот так вот выглядит почищенная рыба по крайней мере в моем случае что мы дальше делаем дальше надо ее присолить я взял тару и рыбу разделать каким образом так так как снимаю один не могу делать и снимать поэтому первую очередь отрезаем голову чтобы было видно как вот вот заканчивается кость режем ровно и чуть-чуть на искус голова пойдет на уху ровно так же самое как и вот эти вот хвост и тут принципе током есть нечего вы сами видите есть нечего это все идет на уху и головы тоже в общем с каждой штучки у меня получается вот три таких кусочка следующий раз покажу как делать малосол спасибо артему солтая обалденный рецепт но это будет следующий раз в общем наша дальнейшая задача сделать вот такие куски с этой всей рыбы вперед в общем рыбу я порезал получилось не много не мало так привычно скажем так помыл ее она немножко стекла что мы делаем дальше дальше надо ее присолить и присолить конкретно в общем соли не жалеете соль и я так кладу сразу слоями слой слой соли обильно солим ребят соли не жалеете почему потому что так она у нас пролежит три часа пустит сок и соответственно все это дело помешать не знаю гнет не использую так придавил рукой мы опять вот так сейчас у нас 8 часов вечера в 11 включусь покажу дальше а пока моя задача почистить лук немного не как немного сейчас там еще достану почищу и почищу порежу дальше включусь ребят ну что прошло три часа вот так сейчас выглядит рыбка помешивал да кстати забыл сказать обязательно я каждые полчаса просто помешивал вот это все это сок она пустила теперь наша дальнейшая задача ее промыть просто посыпаем так ну и соответственно промываем все это дело промываем ее просто от соли и не вымываем за три часа свою сторону на желатую не надо сполоснули и теперь пусть просыхает раз водичка стечет дальше покажу что будем делать в общем пока рыба у меня солила подготовил лук трехлитровая кастрюля лука не жалейте лука должно быть побольше ну и соответственно все ингредиенты лавровый лист черный перец перец душистый масло лимон тут попробовал засолил на копчение будем пробовать ладно сейчас рыбка стечет включусь ребят пришлось камеру приспособить потому что две руки нужны в общем что мы делаем берем рыба стекла ну и соответственно все это дело теперь надо просто помешать с луком двое лука не жалеете по максимуму лук все это дело перемешиваем обильно обильно перемешиваем с луком добавляем заранее заготовленный перец горошек душистый ну и лавровый лист высыпаем сюда мешаем взял маленькую тару ну да ладно я буду в кастрюле все это делать поэтому думаю в принципе про маринуется перелаживаем обратно в кастрюлку главное что теперь все это влезло можно даже не то что можно нужно придавить чтоб немножко пустил сок сейчас мы накроем лука это дело утрамбовываем и сверху просто накрываем луком накрываем луком не забываем про лимонный сок обязательно выдавливаем сюда лимон хотя накрывать поспешил сейчас еще раз перемешать все это надо будет видно видно я уксус не использую поэтому пользуемся лимоном уксус все-таки как ни крыть я сушит рыбку лимон по моему не так ну и и соответственно все это дело поливаем маслом все это немножко перемешать все протекло все придавили и оставляем до утра утром это уже будет готовое блюдо все довольно просто единственное если бы не ждать конечно три часа но от этого никуда не денешься сейчас еще придавлю и до утра вот так ребята вот и утро смотрите что у нас получилось убрал я тарелочку ну и вот 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 такая получилась рыбка ребята ну что за ночь рыбка промариновалась ну на вкус конечно мясо нежнейшее обалденное мне очень нравится поэтому пробуйте экспериментируйте оно того стоит кларио и сом это конечно нечто пусть и маленький но по крайней мере семью порадовать вы сможете ладно вот это я считаю довольно таки пристойная пристойная еда ладно ребята всем удачи всем приятного аппетита всем счастливо до встречи в следующем видео